итак первый из россиян адам сайтеев в красном трико на ваших экранах чемпион европы в этой весовой категории и выиграл он это звание в девяносто девятом году в минске его соперник опытнейший александр лайпальт чемпион чемпион европы мир он выиграл в девяносто четвертом году в более легкой весовой категории до 68 килограммов потом перешел вот в этот вес тогда это была категория если я не ошибаюсь сергей 75 килограммов причем пришел великолепно он выиграл тут же чемпионат европы во фрайбурге где финале обыграл чемпиона мира того года турка кейлана но в этот вес ворвался буквально накрыли в девяносто пятом году бывайсар сайтеев который стал чемпионом олимпийских игр а сейчас его младший брат адам сайтеев красоярский спортсмен тренера его виктор алексеев сейчас секундирует ему в этом финале и так борьба за золотую награду и вот это главный наш финал как вы сейчас который вот у нас два финала это будет вот самое главное думаю потому что здесь все таки будет вот опять же скажу о том что после совершенно разных стилей любят такое опять спокойно высоте все время идет вперед мы сейчас видим что приближение запасе на введение загуба людей и сейчас кстати пытаться наизвать свой захват вы знаете у него он очень хорошо работает ногами защищает от этих захватов за ноги и поэтому эти вычет как бы хочет его открыть сейчас эти вот руки снизу идет на чемпионате европы финале они же встречались да когда адам обыграл александра лайпольда но право и правда говорят что это хитрая лисица его особенность еще как бы потрясающее мышечное чутье потрясающее справедливо что он очень ковая так сказать вот этот один балл сайте его за уход из-за ковер я думаю садил играть стойку срещу наверно выбирать стойку для того чтобы опять как мы говорим сначала загонять для потом уже выигрывать вот везде движение операции милан эрциган сейчас внимательно наблюдает за этой встречей и она будет не легко для орбитов я думаю тоже атакует за ногу вы знаете сайте в очень как бы растянутый который вода это значит взрывной скоростью в то же время что очень редко бывает вот в этом сочетании когда совсем детки пластичный ведь и ничего не входит в минске на чемпионат европы сайте больше неуверенно но он первый раз боролся слабо то и вот сейчас это вторая встреча напомню что старший брат булазар сайте слайпольда многократно встречался ему в общем-то во всех встречах удавалось обыграть немца хотя проходили они ну в крайнем напряжении и вот старшему брату приходилось буквально но находить свои эти выигрышные баллы хотя болотар сайте на протяжении последних но наверное трех лет справедливо считается одним из лучших борцов мира обладает феноменальной техникой необычный стиль ведения борьбы он как бы обволакивает своих соперников и еще уникальность была шара в том что он из любой ситуации даже когда атакует соперник выходит победителем то есть ухитряется направить в свою сторону вот активные действия соперника вы знаете у нас сейчас в этом месте как бы благополучная ситуация оба статей закрывают эту весовую категорию семишек а мы вот в то же время выступает только один на чемпионате мира и брат сейчас здесь присутствует он травмированный был до чемпионата и вот чемпион европы этого года младший брат уверенно выступает в этом году и вот сейчас ему пришли направо выступить на чемпионат европы чемпионате мира и в борьбе за золото один балл у адама есть ну вы знаете я думаю что адаму сейчас не нужно набирать когда стараться идти в рисковую ситуацию потому что леополь сейчас будет вот я думаю куда выговать только ну когда таки могут быть дать результативное одно неверное движение он свитит захватом за ноги вот неплохо переводит и какой-то такой вот видите сейчас здесь я думаю будет только ждать свистка то же самое что было давайте напомним сергей что лапальт очень любит когда соперник сам проходит в ногу он великолепно перехватывает такой точек хорошо оттуда хотим это понимает поэтому молодец однако ногами захватила сейчас за голеностоп активность проявила всяком случае очень такую реального начинал я думаю будет листок и сейчас да опять будет листок 4 минуты прошло от начала поединка 2 осталось до конца похоже что вот стратегию этой схватки адам понимает понимает вы видите что не рискует он пока все идет нормально я думаю что ведь очень трудно такие спортсменные болота как лапот он очень вот в этом положении которые сейчас находятся лишь на положение в принципе усать его но ведь как уверенно держит ногу спокойно лапает и даже не волнуется и ждет свиска и встает но любое движение адама может суть ему проигрышного очка здесь да я еще для зрителей сообщу пока похожая ситуация вряд ли она чем-то разрешена обратно немножко такой немецкий спортсмен сейчас что в этом веке бронзовую медаль завоевал также бывший россиянин буквально год назад это же адам барахоев это же из красоярска спортсмен он был как бы третьим спортсменом в этой весовой категории который с прошлого года получил турецкое гражданство и теперь называется адем адем берекет он стал бронзовым призером в борьбе за третье место сумел обыграть американцы темнокожего спортсмена джо вильямс а вот так вот потихонечку расползаются как бы наши россияне наша школа борьбы и усиливать к сожалению наших одних из самых грозных соперников вы знаете снг сейчас наши спортсмены и вообще спортсмены в снг они пользуются большинство спортом за рубежом долин зарубежья и вот многие страны приглашают их бороться и вот на чемпионате мира и других соревнованиях и это тенденция думаю сохранится потому что очень много борцов у нас есть вот сайте сейчас вот вам и победа это два бывешних балла и 3-0 и вот вы знаете он я смотрю тренеры наши оживились виктор алексеев тренер адама сайте его сейчас уже более маленького роста такой виктор алексеев тренера с красноярска подготовивший адама сайте вы и посмотрите за 25 секунд до конца вот этой финальной встречи весовой категории даже дали три выигрышный балла просто попросок упадет на стоки вот вот сейчас вот его положение вот это положение александр аппольдов вот тут мы походим сейчас видите он бросает бросает отсюда два балла один балл но это еще не проиграл идеи какая упорная борьба нет еще делает все таки садеев а тут я не думаю 21 нет даже дали 3 3 3 было 3 5 правильно 3 1 оценили еще 30 5 вот и победа вот и наша первая золотая медаль на этом чемпионате ну что же поздравляем красноярскую школу борьбы дмитрий георгиевич мендиашвили организовавший борьбу в красноярске воспитавшая воспитавшего двукратного олимпийского чемпиона ивана ерыгина имя которого сейчас в этом городе проводится турнир ну а золотую медаль первую для российской команды завоевал адам сайте весовая категория до 76 килограммов мы сейчас с вами будем ждать еще одного финала где полутяжелом весе будет выступать также россиянец сагид муртазалиев динамовский спортсмен из махачкалы воскресенье у Продолжение следует...